друзья всем привет сейчас не солнечная погода но ситуация такая что когда солнце но панорамное окно здесь очень жарко в духовке принято решение закрыть окно отражающей пленкой значит пленку выбрали вот так не сильно 15 процентов переброс защитного это рулон будет 1.23 на 30 метров длина вот самопленка ну в смысле она еще не распакована выглядит примерно вот так внутри теперь подготовка значит стекло надо будет снимать со штатиков перед этим подготовить нужно воду это просто вода может потолечки такие вот чтобы разгонять ее канцелярский нож и средство для мытья окон с аммиаком но вот я не в ради рекламы вот видите с нашатурным сливком так вот он скотч надо будет еще микрофибры для того чтобы мыть окна две грубые одна мелкая ну а теперь открываем окно значит единственное не забудьте когда открываете подписывать штатики открывать лучше чем-то пластмассовым резиновым чтобы не побить свой штатик он будет тогда некрасиво я использую вот такую вот смазку это крепление холодильника транспортировочное забиваете с помощью молотка и сюда ну а дальше туда-сюда водя открываете таким образом пакет здесь уже появилась щель его можно открыть друзья ну а дальше вот смотрите берете какую-то тряпочку вот я джинсу взял старую стамеску металлическую потому что если вы будете делать металлом он корябит вот здесь вот можете видеть вот я чуть здесь поцарапал вот тут вот и вот таким вот способом вставляем чуть-чуть крутим ну и так все остальные штатики сначала мы открываем штатик боковой потом нижний и самом конце верхнем и снимаем окно на себя обратную сторону наружу сначала отмываем тряпочкой которая грязная такая черновая тряпка эта сторона она станет впоследствии внутренней стороны поэтому мы ее еще чистим вот таким но вот таким вот лезвием но это лезвие нужно быть идеально новое вы должны посмотреть она не должно иметь никаких повреждений на самой режущей кромки ну вот тут вопрос тут квартира новостройка ну соответственно на стекле даже не впоследствии это нормально для новостроек и без снятия стекла и без вот такого лезвия ну как вы уберете это будет невозможно эта сторона уличная была она станет теперь стороной внутри то есть мы ее потом сможем тоже отмыть поэтому драйвить ну прям вот прям драйвить не обязательно почему так да потому что отмыть уличную сторону довольно проблематично и клеить на нее но не рекомендуется естественно дальше друзья после того как мы сделали механическую очистку берем любой для стоков но чтобы он был на софтильном спиртом либо со спиртом либо можете взять любой другой добавьте с удовольствием и все у вас будет замечательно берем другую тряпку и этой тряпкой стираем остатки грязные остатки дальше видели да американский фильм адрес как он как там мыли стекла берем опять таки вот этот вот наш мыльный раствор еще раз напоминаю мыльный раствор это значит что здесь целый баллон воды и одна капелька детского мыла детское мыло не оставляет следов на стекле потому что там не содержится активной папы там есть жиры но без химии и вот таким вот образом мы доводим стекло скажем так кавычках до совершенства с этой стороной все она нам больше не нужна ну и собственно говоря это для того чтобы себя упростить в будущем теперь эта сторона эта сторона была внутренняя соответственно она более более чистая но мы ее подвергнем всем тем же процедурам которые вообще по устаму необходимы сначала грязная тряпка но это первичная скажем так отмыли от пыли все дальше берем опять таки лезвие теперь здесь вот эти вот по краям вот здесь вот везде нам нужно подстереть почистить вот так берем и вот здесь вот на краях очень часто есть оставшийся герметик его нужно отрезать также отрезайте ну не то что отрезайте лезвие убирайте полосы которые также будут от старых уплотнителей оконной рамы они хорошо обходят с помощью этого лезвия ну и механически вернее тоже поточки у вас краски цемента все это вы не то что ну там можете их отмывать можете нет у вас нету такого варианта вы их обязаны все отмыть просто сюда будет клеиться так прям вот этим лезвием по всей поверхности иду свет довольно плохой в этой комнате да и смотрите да ну короче говоря за своими руками чтобы не было у вас прав так очистили на лезвие то что осталось можно пальчиком убрать дальше еще раз мыльный раствор и грязная тряпка теперь берем ваш наш шартырик в смысле вот кстати не ради рекламы а вот вот такое вот здесь вот наш шартырник спирта написано и отмываем только смотрите очень тщательно на поверхность и прям рукой попытайтесь прочувствовать чтобы не было никаких не осталось там кусочек штрафских документов прямо стираете отмываете это такая предчистовая помывка одна из самых главных одна из самых важных и дальше друзья берем мыльный разбор без вот это резинки друзья ничего не получится резинки это ключевое потому что с помощью этой резинки вы можете убрать все все пылинки все волосики которые по идее останутся 100% на этом после того как вы эти процедуры сделали вы еще раз рассматриваете на предмет вот допустим на что ну в принципе даже на камеру видно что стекло идеально но понятно что на камеру не может быть видно если что-нибудь или нет так ну а дальше мы перемещаемся на пленочную а и на само стекло наносим раствор и идем резать пленку и будем резать на этот раствор теперь что касается нашей пленки вот наша пленка я вот так вот поджимаю ее кладем штабик кладем вот сюда допустим и вытаскиваем пленку по полу ее лучше не ловить а тянуть на весну вот таким вот 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 ну вот где-то так я всегда делаю с небольшим зазором ну зазор погрешности считаю это нормально делаешь для себя ровно отрезать ну не знаю как по мне это практически невозможно ну чтобы там сантиметр сантиметр угадать а теперь режем ножиком саму пленку не царапаем паркет работаем аккуратно это не всегда получается но тем не менее мы стараемся пытаясь особенно не царапаем паркет пленку перемещаем я вот так делаю вот где-то по центру по центру я вам покажу свой способ мне удобно так он родился уже давным-давно так стало удобно единственное что я точно могу сказать ни на весу этого не делайте ни на самом стекле ну не нужно пленку отрывать от пленки на самом стекле ни на весу ни вдвоем ничего это не все не работает так смотрите вот скотчик вот он мы его сложили вот так вот не клейкой стороной друг дружке а в общем которая не клеится дальше смотрите я клею вот таким вот образом скотч перпендикулярно сложенная именно вот так я ее и приклеиваю для чего потому что когда мы будем отсюда тянуть вот вот чувствуется вот оно вот работает вот оно стоит как надо это точно так же я приклеиваю вот эту часть в общем вот он скотч вот я его перпендикулярно клею на ламинах и на нижнем дальше мы берем еще один кусочек скотча он нам нужен для того чтобы отлепить одну пленку от другой без этого кусочка у вас тоже ничего не получится он может быть совершенно маленький малюсенький это не столь важно и приклеиваем его вот сюда берем наш мыльный раствор становимся чтоб нам было удобно не пошло ну это ничего страшного так бывает а вот теперь пошло так и сразу же брызгаем обильно пробрызгиваем смачиваем вот сколько такая стыгня случается что вот здесь он тянется там не тянется можно он здесь уже краще придержать это не критично края у нас будут обрезаться все равно так ну я обычно вот так становлюсь вот так вот по центру я тяну и тут же брызгаю но не стойте главное не стойте у нас уже оторванная поверхность сверху вот может капнуть там под или же упасть вовосок там у меня допустим кошка дома но это кошмар да и вот если такая текла не стойте перед всем делом в котором вы будете работать ее нужно плавно уборкой убрать чтобы на полу не было никаких у вас так ну и дальше господа поднимаем и перемещаемся я держу пленочку за вот эти два наклеенных мною скотча внизу пытается обместить все и вот так вот ее кладут если где-то не попали ничего страшного вы можете на мылом растворе пленку подвигать но как видите я все везде попал все шикарно мы прыгаем опять моим раствором по всей поверхности из-за чего для того чтобы при работе не повредить поверхность зона беру вот такой вот у меня есть значит пиво центра края раз два я думаю еще три английский флаг я его называю я его не знаю не знаю как таким образом выгоняете что угодно вот сделали английский флаг ну а дальше можно подкорнять все и все равно даже если присматриваться то у меня все равно остаются и волоски и так далее но я уже забил я уже понял что у меня ну что я конкретно не могу все делать идеально потом когда все высыхает уже через несколько дней на самом стекле эти волосинки становятся незаметны но еще раз для закрепления вы посмотрите вот где-то вот здесь пол-литра у меня уходит на одно стекло соответственно надо понимать что где-то какого-то покрывала снизу работать нельзя наваливаться теперь берем вот этот лодочек и прямо по краю обрезаем здесь уже бояться не стоит у вас все равно есть еще статики они дают вам где-то двух полутора сантиметров примерно должно если вы зашли на само стекло нечаянно намного не все страшно не переживайте так вот эти вот края вот 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 другой стороны они бывают остается связано там это все с теми наплывами на краях и герметика без них тоже нельзя герметик вам тоже можно то края все-таки аккуратно обработать можно вот прям вот так на мелочи всегда уходит большее количество времени чем на все остальное то есть мы еще делаем два прохода один проход это после обрезки мы должны с вами пройти обязательно края закрепить чтобы с ними все было хорошо вот прям на краях так давление необходимо оказывать на этот обрезок чтобы края хорошо проклеились так есть и еще раз мы стыкаем и это чистовая уже будет чистовой проход нашим резиновым стабелем в целях удаления и очи раз два три 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 все значит для последнее время чтобы мы полерезиновую пабель так изнутри остаются вот такие табли их надо удалять обязательно тряпочку тряпочку от центра тряпочку чистенькую желательно я беру ту которую я мою с помощью шатырного скит от центра тряпочкой все это дело надо делать жирновасто получается надо что тряпочку уже мокрая надо опять еще такую пряточку берете шлакулю и только работу проделать я просто к чему там конечно пишут что нужно такие пленки вот эта пленка кстати пленки нужно клеить внутреннюю сторону мы переворачиваем ее на внешнюю сторону причина очень простая эта пленка очень сильно нагревается и получается аквариум солнце в вашей квартире мало но стоит немоверная жара самого стекла до стекла невозможно дотронуть но когда мы это все поворачиваем и выворачиваем на улице второе стекло которое нет пленки оно получается холодное и вот это горячее стекло остается на улице и эффект теплицы исчезает так дальше друзья все предельно просто берем две тряпки вот так и вот так это чтобы не испачкать окно это пускай стекло и устанавливаем на окно все всем спасибо всем пока до новых встреч удачи и не болейте что получилось это окно спленка теперь в соседней окно здесь спленка в соседней окно я только одну окно спленку поставлю но в общем то все хорошо единственное сейчас просматривается через окно еще раз воду вот есть какие-то там остались вот есть какие-то трипухости но меня уверили что со временем они старятся вода через пленку пленка прилежит стекло а там где остались ворсинки это место где одна ворсинка осталась но пленка по максимуму ее тоже заберет и огромное даже не будет это штука гонит ее стекло вы намачиваете вот оно у вас лежит на стуле вы мочите его и вот эта штука изменяете воду таким образом вы берете все все ворсинки и он приборщиков надо ну почти все у меня все равно надо осталось